Учитывая то, что основная зона присутствия Харвеста находится в Донецкой области, в зоне рискованного земледелия, мы уже не один год задумывались над тем, как повысить нашу эффективность и рентабельность в этой зоне. И выбрали для себя основную стратегию развития проектов по мелиорации. Начали в 2017 году с запуска первых двух машин на площади 350 гектар. Это были машины американского производства компании «Валей». Через год мы увеличили площадь орошения в три раза, добавили еще 740 гектар. Там уже мы зашли с машинами и американского производства, и арабского производства, чтобы посмотреть обоих производителей в сравнении. И еще через год мы нарастили еще на 50% наше орошение, добавив 500 гектар поливных земель. На сегодняшний день у нас 1600 гектар находится под орошением. В ближайшие 4 года мы планируем увеличить эту цифру до 5000 гектар, но каждый год мы находим все новые и новые объекты для ввода и рассчитываем, что эта цифра увеличится еще. Стоимость первого проекта орошения составила для нас 2500 долларов на гектар. На сегодняшний день у нас есть практика успешно реализованного проекта в Киевской области, где эта стоимость порядка в двух раз ниже, потому что нам осталась готовая инфраструктура, и это существенно удешевило наши затраты. Основное то, что мы выращиваем на орошении, является участки семеноводства. Выращиваем подсолнечники участки гибридизации, кукурузы участки гибридизации, размножаем элитные семена пшеницы, горохов, рапса и других культур для своих потребностей. В нашей зоне орошение дает возможность увеличить урожайность до четырех раз. Под каждую культуру есть свое водопотребление, разбитое по периодам эгитации. Согласно этому водопотреблению мы делаем график поливов, плюс мы смотрим по датчикам влажности, которые размещены на 15 сантиметрах в глубину и 40 сантиметрах. Согласно показаниям этих датчиков мы имеем влагоемкость почвы, отталкиваясь от которой мы получаем информацию, стоит ли поливать сейчас или не стоит, и метеостанция. То есть мы имеем возможность планировать свои работы, ориентируясь на погодные условия именно здесь, в этой локации, в этой геоточке. Harvest Holding выбирает инновационные технологии, основываясь на двух основных бизнес-задачах. Это контролируемость, прозрачность и управляемость процессов, их автоматизация, и повышение урожайности с гектара. Хотелось бы отдельно обозначить проекты, которые показали свою высокую эффективность, такие как фертигация, у нас рационно-маточный узел модернизированный, метеостанции, датчики влажности и внедрение ГИС-портала. Это у нас первый экспериментальный узел фертигации. В дальнейшем мы планируем такие узлы стационарно установить на всех дождевальных машинах. Мы можем подать растению питательные вещества на любых этапах развития культуры, то есть в любое время революционного периода. Удобрения мы можем носить как жидкие, так и сухие. Все элементы мы подаем на поле согласно результатам анализа. Если анализы показывают, что недостаток есть какого-то определенного элемента, мы свободно при помощи узла можем этот элемент подать растению. Экономия заключается в том, что нам не надо, допустим, параллельно с дождевальной машиной задействовать опрыскиватель. Мы можем это все внести при помощи дождевания. Узлы фертигации у нас первый год. На полях, где узлы фертигации применялись, мы имеем здоровые, хорошо растущие, ни в чем не нуждающиеся растения. На данном объекте находятся растворы маточные узлы. Узел 1 и узел 2, в которых непосредственно происходит смешивание ядохимикатов, которые предназначены для работы в поле. То есть здесь делается маточный раствор, потом подъезжает камаз, в котором налита вода, туда доливается маточный раствор, после чего камаз отправляется на поле и заправляет непосредственно выпрыскиватель. Раньше замешивали на полях. Ну, это трудоемкий процесс, проще замешать сразу здесь на большое количество объем работы и уже рабочим раствором ввести в поле. Это снижение кражи, это экономия времени. Если взять на поле, чтобы замешать на 400 гектар, то полдня надо провозиться тут. Можно сделать на объем на 400 гектар буквально за 2 часа. В сутки производительность в РМУ где-то до 2000 гектар. Сейчас мы идем дальше. В одном из активов мы сейчас запустили пилотный проект и приобрели один высокопродуктивный, высокотехнологичный растворно-мазочный узел американского производителя, который может самостоятельно подключаться к ямкостям с химией и выбирая какой-то рецепт необходимой химии, он сам создает маточный раствор. Создание маточного раствора делается буквально нажатием пару кнопок и 20 кубов КАМАЗа загружается в течение часа-полтора. Также в нашей компании в этом году был реализован еще GIS-портал, на котором собирается, аккумулируется вся категорографическая информация от земельного отдела, от агрономической службы и все работают в едином портале со всей актуальной информацией. То есть нет уже, мы отходим от каких-то бумажных носителей, то есть мы стараемся прийти к единому планшету, в котором сейчас уже есть GIS-портал, в котором будут добавляться какие-то полезные модули для наших сотрудников на местах. Также у нас есть мобильное приложение, которое может работать в офлайне, то есть наши люди на местах, агрономы, земельщики, могут уехать куда-то в конкретно отдаленное село, где очень плохая связь с интернетом, и просматривать всю информацию по земельным участкам, по полям, так как оно все загружается на девайс и работает без привязки к интернету. Для нашей зоны очень рискованно сеять яровые культуры, и поэтому 65% мы стараемся высевать азимы культуры, такие как азимы пшеницы, азимы рапс, азимы горох. То есть долевое их участие в процентном соотношении от структуры пассивных площадей примерно составляет 40-10-10. Мы работаем со многими партнерами, и один из этих партнеров является Альфа Смарт Агро. Самый топовый и испытанный временем продукт – это Авицено, трехкомпонентный притравитель, который мы уже полюбили, потому что он не создает никаких проблем с перезимовкой и формированием такого заболевания, как снежная плесень. Мы находимся на семенном поле азимы пшеницы, сорт Тацитус фирмы Заадбау. Несмотря на то, что три дня назад здесь выпало до 100 мм осадков, мы видим, что минимальное полегание, стеблистой 85-90 см, нет осыпания, то есть плотно в колосе сидит. Семена пшенички были отработаны с осени Авиценой, были отработаны, как и Мондоры Экстра, это также инсектицидный протравитель, который мы на семенном заводе готовим смесь и протравим семена. По весне мы отработали розитом, это трехкомпонентный инсектицид системного действия. Очень эффективно работает, и защита его до 27 дней на таких культурах, как пшеница, вполне справляется. Мы очень ее любим и очень много применяем. С Анталом в этом году первый раз работали, после него растение не стрессует, пролонгация фона на протяжении, скажем, уже второго, конца второго месяца мы ни одного сравненька не видим в подсолнечнике. Растение великолепно переносит данный гербицид. Мы работаем, как и с почвой, очень, скажем, грамотно и дифференцированно. Во-первых, мы делаем акцент на испытании пробы. Если продукт даже дженерический, но показывает хорошие результаты, то есть нет стресса, нет и качественно снимает все сорняки или болезни, мы на нее обращаем внимание. Зачем платить кому-то, когда лучше, скажем, работать со своим внутренним производителем, который очень много и времени, усилий и вложений тратит на качество своего продукта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова